Ну что, давайте перейдем к четвертому уроку. И начнем мы четвертый урок с проверки результатов прохождения третьего. Потому что в конце видео, посвященного моему прохождению третьего урока, я остановился на моменте пересборки NYX OS. И вот чтобы проверить, что наша Aira, а точнее моя Aira, перешла с работы в Ethereum Mayonete на AeroLab Sidechain, мне очень важно, чтобы каждый проверил версию Aira, которую он сегодня использует. Для чего и почему? Смотрите, если мы вернемся на GitHub AeroLab, перейдем в релизы Aira, то можете заметить здесь в релизах, что, например, я проходил уроки с первого по третий с релизом 0.17.0. И проходил я это три дня назад. И вот три дня назад Саша Крупенкин сделал релиз 0.17.1, который важен для прохождения четвертого урока и новых заданий, которые сегодня были разосланы уже с построением сенсорной сети. То есть, чтобы пройти первые три урока, можно пройти их и с релизом 0.17.0. А когда вы добрались до четвертого урока, вам важно, чтобы ваш релиз был 0.17.1. А это значит, что если у вас старый релиз, то идем на GitHub, качаем 0.17.1, проходим третий урок, а лучше первый, второй, третий, закрепляем материал, повторяем и возвращаемся к четвертому уроку. Что еще бы хотел отметить, если вы не поставили к этому момент видео на паузу, не пошли уже выполнять задачки, надеюсь. Важно то, что проблема, которую мы наблюдали как раз в день релиза, и причина, почему я лично решил записать видео с 0.17.0, заключается в том, что в релизе 0.17.1 мы добавили еще один сервис, кроме обязательства в AIR, который позволяет отработать с ERC-20 токенами AIR. И, соответственно, при первом запуске AIR оба сервиса, обязательства и сервис работы с ERC-20 токенами конфликтуют. Иногда, не всегда, редко, не очевидно, но такое может быть. И отражается это очень легко. Вот если вы так же, как в самом начале первого урока, вызовете ростопик-лист, посмотрите список топиков, и у вас выведется в релизе 0.17.1 вашей AIR не вот такой вот список, как у меня сейчас на экране, то вам нужно будет вызвать функцию перезапуска сервиса обязательства. Команда эта есть в первом уроке в прохождении в комментарии от Насти, насколько я помню. Смотрите комментарии, найдете эту команду, я ее тоже упоминаю дальше в уроках. Я думаю, все уже помнят System.ctl, Restart, Liability. Вот. В общем, когда вы перезапустите сервис обязательства, снова вызовете ростопик-лист, увидите полный список топиков, как у меня на экране, можно наконец-то переходить к проверке результатов третьего урока, а дальше уже и к самому четвертому. Итак, давайте проверим результат третьего. Как его можно проверить? Проверить его можно вот следующей командой. Как говорил, команды будут в описании к видео. Давайте ее выполним. Мы вызовем сервис Росовский, который выведет нам текущий блок в эфириум блокчейне, с которым работает Аира. И посмотрите, в моем случае это 22370 блок. И дальше методом довольно тривиальных умозаключений можно прийти к выводу, что моя Аира работает с iChain. Почему? Потому что, если не помните, с какого блока Константинополь в эфире у Майонете начинается, то уж точно, я думаю, вы уверены, что это не 22, не 32, и даже не 132 тысячи какой-то там блок. Ну и заодно зайдите на Азерскан и посмотрите, какой последний блок в эфире у Майонете. Сегодня, сверните с блоком Накатрон Константинополь, неплохое обновление по циферкам в голове. Итак, вызвав как раз-таки одну из функций Аира, появившейся в 0.17.1, а именно работы с ERC20 токенами и демонстрации текущего блока, мы можем понять по тому, что нам пришел не многомиллионный блок, мы можем понять, что мы находимся в сайдчейне. Ну окей, все, мы провели третий урок, это очень важно, чтобы пройти четвертый урок, нам обязательно надо находиться в сайдчейне, чтобы пройти четвертый урок. И теперь мы перейдем к самому уроку. Что нужно сделать? Нужно скопировать репозиторий из GitHub AiroLab под названием Autonomous Agent Template. Давайте вернемся на GitHub. Его нет в закрепленных репозиториях, но он находится на первой странице, на пятом, шестом, где-то месте. Вот этот репозиторий, его можно, соответственно, скопировать. В моем случае, у меня он уже был скачен, но давайте для чистоты я все-таки его удалю и заново скачаю. Переходим в директорию этого репозитория и дальше открываем для редактирования файлик TraderNode, находящийся под директорией Scripts. И вот здесь вот одна интересная для нас с вами задачка стоит. Нам нужно раскомментировать торговую стратегию Airo на цифровом рынке арбономики. То есть, здесь приведена вилка выбора из двух вариантов, как Airo себя вести на дефолтных настройках. То есть, мы большинство настроек для этого урока также скрыли от пользователя. Раскрывать мы их будем по одной, по две штуки за урок дальше. А пока что мы отставляем самую базовую возможность, например, выбрать, как Airo будет себя вести на рынке. То есть, она будет слушать спрос от приложений пользователей, отвечать на них своим предложением на оказание услуги. Или же Airo смотрит предложения и отвечает на них спросом. Ну, так как в нашем случае мы хотим запустить Airo для того, чтобы она сказала «Привет» из децентаризованного приложения, то, значит, мы там будем формировать спрос, и Airo должна отвечать своим предложениям. Значит, надо реагировать на спрос и отвечать предложением своим. Раскомментируем эту часть, оставляем, закомментируем в сторону, что если входящее сообщение – это предложение, и оставляем эту часть, закомментируем, раскомментируем только ту, в которой мы говорим, что если входящее сообщение – это спрос, то отвечать на него предложением. Сохраняем. Пересобираем данный пакет для Airo. Это займет полминуты-минуту, и в это время, в принципе, можно переключиться в браузер, разлучить свой метамаск, и вот, если вы проходили предыдущие уроки, то помните путь до DAPA, который мы использовали во втором уроке, чтобы сказать Airo Hello. Вот здесь вот есть рядом с Hello Trade, и давайте в нее просто переключимся, откроем эту ссылочку, ссылка также есть в описании к видео, и вернемся обратно, потому что сборка, наверное, уже включилась. И сейчас мы с вами запустим Airo, и после этого вернемся в DAPA, выполним там пару несложных манипуляций, и отправим Airo задачку с помощью робономики, чтобы Airo запустилась после создания для нее умного контракта. Так, мне надо поднимусь на выше, на уровень, загружу переменные в окружение, и дальше вызываю запуск данного пакета, Airo, Airo, лучше скорее сказать, с вот этой торговой нами раскомментированной стратегии отвечать на спрос своим предложением, и уже с собранным после раскомментирования пакетом. на Airo, проверяем, ждем и смотрим, что торговый узел Airo запущен. Теперь нам нужно с вами открыть еще одно соединение с Airo. Кто хочет, добавьте в процесс прохождения работу с Atmux или чем-нибудь схожим. Вот, и здесь тоже я сейчас загружу переменные в окружение, и после этого вызову сервис только уже не трейдер, а воркер. Вот этот мы с вами не редактировали, и редактировать его не надо. Здесь дефолтные настройки, не трогаем их. Будем менять ту инструкцию, по которой работает Airo, тоже позже. А пока давайте запустим ее с дефолтными настройками. Окей, рабочий узел Airo запущен. Итак, у нас с вами есть два окна в консоли. В первом запущен узел Airo, то есть функция Airo для торговли на рынке рыбономики, в котором указано, что есть некоторая модель, есть множество параметров, которые мы зашили и не показывали вам, как пользователю сейчас, по которым, если приходит спрос, надо отвечать предложением. И запустили функцию Airo, которая, когда увидит созданный для нее контракт обязательства, исполнит программу, которая указана в этом контрактном обязательстве. Давайте теперь это проверим. Возвращаемся к DAP. И здесь что видим? Сейчас наш DAP, потому что Metamask работает с Майонетом, и DAP тоже выдает, например, маяк в основной сети, точка ETH. А так как по названию маяка у нас и каналы в IPFS называется, то сообщение с DAP уйдет в канал, посвященный работе с Майонетом. Чтобы перевести работу Metamask с Сайдчейном, кто не знаком, это довольно несложно делается. У меня уже добавлен Сайдчейн, а вам нужно Custom RPC. И вот здесь в настройках New RPC URL сюда ввести адрес, по которому доступна публичная нода Aerolab Сайдчейна. Тоже это нода адреса, ее в описании к ролику будет. А так она называется Сайдчейн.аира.лайфрпс. Соответственно, давайте на нее переключимся. Сейчас перезапустится DAP наш с вами. И что мы видим? Мы видим окончание здесь, точка SID, Сайдчейн. Так мы назвали его здесь в данном случае. И теперь мы можем с вами отправить сообщение с тем, что мы хотим заключить контракт с Аирой. То есть мы вообще хотим запустить просто робота, который выдаст Hello Aira, но только после того, как создаться контракт, и чтобы из контракта Аира безопасно для себя взяла модель поведения, с которой ранее была согласна, и исполнила ее. Итак, вот она сформировался. Сейчас перейдем в консоль Аиры, посмотрим, поймала ли она эти сообщения. И видим, что она поймала сообщение. Вот видите, сообщение наше было на том, что торговый узел запущен. И вот Аира увидела входящий, соответственно, спрос с такой-то моделью, с параметрами по цене, адресом того, кто, ну и параметрами хешированными в сообщении по протоколу робономика. Дальше наша функция Аиры увидела, что пришедшее сообщение содержит модель и токен, по которому она согласна работать, формирует предложение и отправляет его обратно в PubSub для провайдеров робономики, чтобы они поймали согласованное предложение от Аиры на услышанный спрос, так как этот спрос услышал не только Аиры, а и провайдеры. Подождется контракт, и мы видим, что пока я все это рассказывал, провайдер успел создать контракт обязательства, Аира, воркер, сервис увидела это и выдала hello Аира, сказала, что воркер работает и закончила процесс. Давайте вернемся в DAP, посмотрим. И в DAP вся магия тоже произошла. Вот так чудо интерфейс Саши Старостиной, когда нажимаешь пару раз по экрану, выводится еще и сам текст, который в логах робота, в логе робот добавляет в результаты исполнения обязательства, что на hello Aira она ответила еще салют. И вот мы видим, что обязательство исполнено, что есть адреса ссылки здесь, сейчас в DAP мы их поправим, но они ведут на изроскан, но так как в сайдчине этого нету адреса, можно в принципе зайти, у нас есть, у нас есть с вами сейчас у нас есть обозреватель блоков, который мы тоже подняли. Сейчас я его попробую, он у нас по пути. Да, у нас вот здесь вот на sidechain.air.life есть анализатор блоков поднятый, и давайте посмотрим. Вот все, что произошло с контрактом в DAT транзакции. Здесь учитывается не весь список транзакций, а все обращения. Вот было обращение при создании контракта в 22380 блоке и в 2381 блоке Aira финализировала свое контрактное обязательство. Так что я вас поздравляю, как и себя, с тем, что мы с вами сумели запустить робота с помощью децентрализованного приложения безопасно, с использованием идей цифровых рынков, и все случилось. Вот, так что пользуйтесь, пробуйте, и давайте переходить в следующей части, ждите новые видео. Будем с вами вместе мерить температуру на горе Фудзияма. Об этом расскажу уже завтра или послезавтра, наверное, завтра. Все, успехов, пишите вопросы в чаты, делитесь тоже своими принтскринами. В общем, жду тех, у кого будет получаться и не получаться, обратной связи. Вот, спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok